В эфире телеканал Турской проспект Регион. Программа тема дня. Меня зовут Валерия Королева. Здравствуйте. На сегодняшний день самая обсуждаемая тема это возможность второй волны коронавирусной инфекции. Столько мнений и прогнозов, особенно в сети, что разобраться в потоке этой информации довольно сложно. В ходе программы мы попробуем расставить все точки над «и», выяснить будет ли эта самая волна, каковы ее предпосылки, готова ли Тверская область к ней, а также на повестке дня эпидемиологическая обстановка на сегодняшний день. Еще один насущный вопрос это вакцинация. Какие категории граждан получат эту прививку первыми, какие могут быть противопоказания и побочные явления. И обязательно спросим специалистов о том, как уберечь себя, какие меры защиты наиболее действенны. Александр Сергеевич Раздорский у нас сегодня в гостях. Внештатный главный эпидемиолог Минздрава Тверской области, а также главный врач Тверского областного центра СПИД. Здравствуйте. Главный врач Тверской областной клинической больницы Сергей Козлов. Здравствуйте. Руководитель службы анестезиологии и реанимации Тверской областной клинической больницы Максим Александрович Петрушин. Здравствуйте. Итак, Александр Сергеевич, первый вопрос будет к вам. Какова вероятность, что эта вторая волна будет Тверской области? Например, столичные медики не ожидают такого всплеска, как был весной. Да, вы правильно сказали в своем вступительном слове о том, что в сети на самом деле очень много сейчас информации касательно того, будет вторая волна, не будет ее, в каком виде она придет и насколько будет интенсивной. Со своей стороны я хочу отметить, что вторая волна, сам термин такой, он несколько носит бытовой характер, и поэтому мы говорим скорее не о второй волне, а о подъеме заболеваемости сезонными гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе и коронавирусной инфекцией. Безусловно, следует ожидать подъема заболеваемости, но будет ли это второй волной, которая повлечет массовые заболевания людей, в первую очередь новой коронавирусной инфекцией, на сегодняшний день сказать сложно, так как системой здравоохранения нашего региона и санитарно-противоэпидемической службой проводится комплекс мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории. И соответственно предпринимаются все необходимые меры, как в системе здравоохранения, системе образования, системе социального обеспечения, торговли и других сферах деятельности, для того, чтобы максимально сократить число новых случаев коронавирусной инфекции. Уже сегодня мы видим, что заболеваемость стремится к спорадическому характеру, то есть отсутствуют крупные вспышки новой коронавирусной инфекции, а все случаи носят единичный или в отдельных случаях семейный характер. И ежедневно регистрируется от 23 до 25 новых случаев. Кроме того, следует сказать о внебольничных пневмониях, число которых также снизилось. Ежедневно регистрируется от 50 до 80 случаев, что говорит о том, что эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизируется. И сейчас как раз тот самый период для того, чтобы подготовиться к сезонному подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ. Для этого пересматриваются планы, проводится подготовка к массовой вакцинации населения против гриппа, а также осуществляется обеспечение неснижаемого запаса и медикаментов, и расходных материалов, и средств индивидуальной защиты, необходимого медицинского оборудования, транспорта. Пересматривается коечный фонд с той целью, чтобы количество коек было в регионе достаточно. Поэтому в качестве такого экспертного мнения я могу сказать о том, что даже если, назовем ее второй волной, она будет, то она будет не столь интенсивной и будет происходить на фоне сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. А можно ли сказать, что закончилось первое? Что касается первой волны, волна лета или это эпидемия в масштабах планеты, это пандемия, потому что болезнь получила достаточно широкое распространение и все континенты были поражены. В России, да, эпидемия коронавирусной инфекции, на сегодняшний день никто не говорил о ее прекращении. Мы говорим о снижении уровня заболеваемости. Поэтому плавно переходя в сезон подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, мы, наверное, не заметим существенной разницы между тем, что было. Ну, конечно, ни в какое сравнение не будет идти ситуация в марте-апреле, когда мы регистрировали массовые поступления больных новой коронавирусной инфекцией. Но сейчас, как я уже сказал, заболеваемость носит спорадический характер, и мы именно вот с такими темпами подойдем к сезону ОРВИ и гриппом. А все говорят про 20 сентября, да? Что это за дата? Можно ли ее как-то вообще связать со второй волной коронавируса? Со второй волной, боюсь, связать ее будет достаточно сложно. Еще неизвестно, будет она или нет. А что касается 20 сентября, есть некоторые сообщения о 15 сентября, то, на мой взгляд, вот этот период, ну, людям вообще свойственно привязываться к каким-то датам. То есть здесь, вот применительно к коронавирусной инфекции, я думаю, этот срок обозначен продолжительностью инкубационного периода, так как конец августа, люди возвращаются из отпусков, кто успел, скажем так, отправиться на отдых и до начала учебного года вернуться. Таким образом, вот этот период, условно, две недели, в течение которого потенциально можно ожидать подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, я думаю, этим обусловлено вот эта дата, 20 сентября, но не чем большим. А все-таки больше заболевших привезли этот вирус, да, из отдыха или все-таки заражение происходит на территории Тверской области? На сегодняшний день случаи, которые регистрируются, конечно, в большей степени, они возникли на территории нашего региона, но и Сергей Евгеньевич не даст соврать, что сейчас появляются случаи, когда граждане возвращаются с отдыха, с Черноморского побережья Краснодарского края, из Крыма, и госпитализируются с диагнозом новой коронавирусной инфекции. Это неизбежный процесс, так как распространение эпидемии не прекращено, и риск инфицирования до сих пор существует. Поэтому мы говорим о необходимости соблюдения мер неспецифической профилактики индивидуальной, соблюдения правил личной гигиены, ношения средств индивидуальной защиты и прочее. Сергей Евгеньевич, на Ваш взгляд, готова ли Тверская область вновь противостоять атаке коронавирусной инфекции? Мне кажется, Александр Сергеевич немножко оптимистический дал прогноз. На самом деле эпидемия продолжается, никуда она не делась. Есть, конечно, уже спад значительный в количестве заболевших и заразившихся. Сейчас вообще очень сложно понять, где уже цепляют они эту заразу, потому что она достаточно очень контагиозная. В свое время, конечно, в нашу страну ее привезли, скорее всего, из Европы, из Испании или еще откуда-то. Но сейчас она уже гуляет по территории, больше даже в районах, потому что в Твери сейчас поменьше, а в районах достаточно много этих больных. Но систему выстроили здравоохранение так, что она действительно, во-первых, она справилась с самым пиком. Это было как раз конец апреля-май, когда просто поступало безумное количество больных в больницы, и мы открывали госпиталь, практически каждую неделю новый госпиталь. Сейчас уже идет на спад, и мы, что нам позволило, во-первых, экономику более-менее раскрыть, и люди продолжают работать. Потому что, конечно, самая главная эпидемия бьет по экономическим показателям. Люди теряют работу, теряют бизнес, и это, конечно, трагедия. Не только здоровье, но и теряют вообще возможность существовать люди. Сейчас благоприятный момент, немножко эпидемия пошла на спад. Мы стали закрывать ряд госпиталей, оставили сейчас областную больницу, шестой больницы на Лукина и Калининск ЦРБ. То есть, оставили то количество коек, которое требуется на сегодняшний день. И если вдруг пойдет, как вы говорите, вторая волна, или просто усиление эпидемии, плюс добавятся сезонные инфекции, грипп, парагрипп и прочее, тогда, конечно, все эти госпитали будут развернуты в ближайший день-два, потому что все просто законсервировано. Все, как говорится, вот эти красные зоны, о которых говорит вся страна, они все просто, ну, как консервация произошла. И количество коек, их было около больше двух тысяч, снова будут существовать практически в течение недели все можно развернуть. Кроме того, было закуплено достаточное количество и средств защиты, и лекарственные средства, оборудование. То есть, конечно, то, что те трудности, которые были у нас в апреле, я думаю, что и штаб, и правительство справлялось с этим достаточно успешно. Сейчас этих трудностей не будет, потому что все как-то уже по накатанной. И люди, самое главное, научились бороться с этим заболеванием. Поначалу было достаточно сложно, потому что вирус здесь достаточно неизученный. И, конечно, мы все ждем вот эту нашу вакцину, которая позволит нам действительно уже прогнозировать. Если сейчас процентов 20 людей, переболевшие этим заболеванием, нельзя говорить об общественном иммунитете, и эпидемия не может сама остановиться, она может ослабнуть, может усилиться в зависимости сезона, то вакцина нам позволит, конечно, выработать общественный иммунитет и свести эпидемию к обычным сезонным вспышкам. А сейчас мы прервемся на короткую рекламу, встретимся несколько позднее. Напоминаю, что сегодня мы обсуждаем тему коронавирусной инфекции, возможность второй волны, а также лечения и возможность вакцинации. Итак, мы с вами остановились на том, готова ли Тверская область противостоять вирусу снова. Собственно, у меня такой вопрос. Доступны ли сейчас препараты для лечения вируса и эффективны ли они? Ну, то, что ситуация, которая была у нас в февраль, март, апрель, когда вся страна, как говорится, просто сумасшедшим образом скупала все препараты, которые нам рекомендовали еще китайцы, они первые столкнулись с этой инфекцией. Сейчас, к счастью, все это есть, и полностью закуплено все, что необходимо, появились новые препараты, которые сейчас и какие-то проходят клинические испытания, какие-то уже испытаны и показали свою эффективность. К сожалению, нет такого препарата, который убивает вирус, то есть такого препарата, который действительно обладает вирусоцидным действием, то есть убивает вируса. К сожалению, этого нет, и в этом вся сложность. И так как вирус, он поражает не только легкие, но и все органы человека, вот говорят о том, что он достаточно много проблем вызывает в организме, поэтому и такой большой диапазон лекарств требуется от антикоагулянтов и препараты моноклональные антитела, и какие-то вирусоцидные препараты, и препараты, необходимые для лечения бактериальных пневмоний. То есть, конечно, это заболевание, которое требует очень много препаратов, но, к счастью, сейчас они все у нас, запасы есть, сформированы, мы знаем, где их покупать, если будет их не хватать. Я думаю, что система здравоохранения готова к встрече новой волны, и если вам так нравится говорить, на самом деле эпидемия не закончилась, просто она имеет определенные, как говорится, стадии развития. Вот сейчас тот сезон, когда она как бы утихла немножко, но это не значит, что она будет тянуться еще года два, если мы не провакцинируем наше общество, и все равно вот эти вспышки, они будут, может, не такие массовые, но они все равно будут постоянно встречаться на каждом шагу. А сейчас какие показания для госпитализации в стационар? В стационар, конечно, слава богу, что заболевание протекает, как правило, все-таки в легкой степени, это процентов 30, 30 процентов скрыто вообще протекает, и где-то процентов 20 развиваются вот эти осложнения, в виде вне больничных пневмоний и других, там каких-то миокардитов, поражения головного мозга. Ну, вот как раз эти пациенты и попадают в стационар, вот, и, наверное, вот они и видны в тех вот инфекционных госпиталях, потому что, конечно, пациент, который переносит это в виде ОРВИ, он может, и мы об этом можем даже не знать. А люди, которые уже заболевают пневмонией, у них имеется дыхать недостаточно, другие синдромы, они обязаны попасть в больницу, иначе просто погибнут. Вот сейчас в областной больнице где-то 180 таких тяжелых пневмоний. Это достаточно большая цифра, но несравнима с тем количеством, когда это было апрель-май. А каков их возраст вообще? Ну, мы тоже думали, что в основном пневмонии будут страдать люди пожилого возраста, но, как к несчастью, им болеют 30-летние, 40-летние, то есть люди, имеющие особенность иммунитета. То есть вирус, он в основном взламывает иммунную систему, и так называемый цитокинный шторм – это определенное количество людей, которые вот с определенным видом иммунитета, они попадают с тяжелыми пневмониями и другими, как говорится, проявлениями этого заболевания. Ну, таких очень тяжелых больных – это около 3%. Не так давно вся страна узнала о спасении тврещанки со стопроцентным поражением легких. Это был тяжелый случай. Максим Александрович, это вопрос к вам. Была задействована не только лекарственная терапия, но и техника. Расскажите поподробнее о случае. Это очень интересный случай. Пациентка поступила к нам в крайне тяжелом состоянии, с клиникой тяжелой небольничной пневмонии. И впервые она была сразу же переведена на искусственную вентиляцию легких. И впервые в истории Тверской области мы применили методику ЭКМО – экстракорпоральной мембранной оксигенации. Это когда кровь пациента проходит через специальное устройство, и там дополнительно обогащается кислородом. То есть получается, что пациента дышат не только аппарат искусственной вентиляции легких, но и аппарат ЭКМО. То есть, как бы двойной такой контур проходит. Это очень высокотехнологическая методика. К сожалению, она распространена не во многих центрах. В Тверской области она есть только в Тверской областной клинической больнице. И она достаточно затратная и требует определенной подготовки персонала. Но успешно реализовали эту программу и пациентку выписали домой. То есть на сегодняшний день женщина себя хорошо чувствует. Но я так понимаю, что ей все равно предстоит какая-то реабилитация? Определенная реабилитация, конечно, необходима. Она постепенно, ну, как бы процесс такой, выход из этого состояния, он длительный. К сожалению, не занимает несколько недель. Она уже ходит, передвигается. Сама полностью себя обслуживает, абсолютно в полном сознании. И мы, конечно, берем на аккурацию и постоянно дистанционный мониторинг и контроль за этой пациенткой. А сколько по времени примерно проходило ее лечение? В отделении реанимации эта пациентка пробыла около 30 суток. Большую часть времени она находилась на искусственной вентиляции легких. Ей 14 суток ей применялась экстракорпоральная мембранная оксигенация. Ну, так в стационаре больше двух месяцев она пробыла. Но это достаточно длительный срок. Я так понимаю, что в любом случае потребуется длительная довольно-таки реабилитация, да? Ну, она с каждым днем становится все лучше и лучше. И я думаю, этот процесс такой будет не месяца занимать, а несколько недель. А каковы последствия вот такого тяжелого течения этого заболевания? У каждого пациента она протекает по-разному. И, как Сергей Евгеньевич сказал, это не только поражаются легкие, но и другие органы и системы организма. И поэтому у каждого пациента она может протекать несколько по-разному. Но от отдаленных результатов пока судить очень сложно. По прогнозам экспертов, такого всплеска, как Вы уже сказали, Александр Сергеевич, не ожидается, да? Какая-то часть населения уже переболела этой коронавирусной инфекцией, то есть имеет антитела. Другой части населения, как альтернатива, это сделать прививку. Хотелось бы узнать от Вас по поводу новой вакцины. Называется она «Спутник В». Все правильно, да? Кто будет привит первый? Как она действует? По какой схеме ее будут вводить? Да, на самом деле в августе текущего года Российская Федерация первой в мире зарегистрировала иммунобиологический препарат для профилактики новой коронавирусной инфекции. Вакцина ГАМ-КОВИД-ВАК или коммерческое название «Спутник В» производства Института Гамалеи. По мнению производителей, а именно директора Института, профессора, академика Гинсбурга, то вакцина будет обеспечивать формирование иммунитета до двух лет. Может быть даже и более двух лет. И на сегодняшний день, пройдя все регистрационные мероприятия, пройдя второй этап клинических испытаний, вакцина поступает и в настоящий момент находится на стадии промышленного производства. По заявлению производителей потребуется от 9 до 12 месяцев для того, чтобы наработать необходимый объем вакцины, чтобы привить население и сформировать так называемый популяционный иммунитет. Потому что, как сказал Сергей Евгеньевич, абсолютно прав в том, что сейчас, по данным Роспотребнадзора, лишь чуть более 20% населения имеют иммунитет к новой коронавирусной инфекции. Этого недостаточно. Лишь 70% показатель наличия защитных антител у граждан позволяет говорить о формировании популяционного иммунитета. И только такие условия могут способствовать прекращению передачи инфекции и прекращению эпидемии. Препарат, который разработан, зарегистрирован, по разным данным, говорят, что первая партия препаратов региона может поступить уже в середине-конце октября. Но это, наверное, такие оптимистичные прогнозы. В первую очередь планируется вакцинировать лиц, наиболее подверженных риску заражения новой коронавирусной инфекцией. Это, конечно, медицинские работники, работники образования, сфера социального обеспечения и, собственно говоря, всех структур, которые так или иначе имеют достаточно высокую интенсивность потенциальных контактов с источниками инфекции. Поэтому эти люди будут прививаться в первую очередь. По заявлению производителя и данным, которые указаны в инструкции к препарату, вакцина безопасна, так как не содержит живого вируса, является вакциной векторной. И для ее доставки в организм, точнее доставки вот этой субъединицы коронавируса, который кодирует белок S, собственно говоря, который вызывает выработку антител у нас в организме, вакцина векторная используется для доставки аденовируса. Поэтому вакцина не вызывает коронавирус в нашем организме, она вызывает лишь выработку защитных антител. Поэтому, как и на любой другой иммунобиологический препарат, могут быть лишь индивидуальные поствакцинальные реакции, но ни в коем случае не осложнения. И, как правило, эти реакции связаны с компонентами вакцины, то есть это либо консервант, это либо какие-то другие составляющие этой вакцины, либо при нарушении технологии введения, что в последние годы крайне редко происходит. Поэтому можно говорить о том, что сам процесс вакцинации безопасен. А если, допустим, у человека аллергическая реакция, может же она быть на этот препарат? Конечно. Поэтому перед вакцинацией, как, собственно, и в любом другом случае, с любой другой вакциной, вакцинация обязательно предшествует осмотр врача-терапевта, обязательно термометрия, и обязательным условием является отсутствие каких-либо проявлений инфекционных заболеваний, обострение хронических болезней. То есть человек должен, даже если у него есть хронические болезни, они должны быть в стадии ремиссии и полностью отсутствовать проявлений инфекционных болезней. Естественно, перед вакцинацией собирается подробный анамнез аллергологический с целью как раз-таки своевременного выявления возможных аллергических реакций на компоненты вакцины. А кому она вообще может быть противопоказана? Согласно инструкции, в первую очередь вакцинироваться должны лица старше 18 лет, то есть дети в отношении этого препарата как, скажем так, потенциальный контингент для вакцинации не рассматриваются. Что касается того, кому она может быть противопоказана, это как раз те лица, у которых могут быть постоянные или временные медицинские отводы. Постоянные – это наличие, то есть абсолютных противопоказаний – это аллергия, доказанная совершенно точно. Временные медицинские отводы – это проявление инфекционных заболеваний, ОРВИ и прочих. А в качестве побочного явления может, например, температура подняться или какие-то признаки ОРВИ появиться? Это нормально? Да, это нормальная реакция на препарат, то есть может быть покраснение в месте введения, может быть зарегистрирован однократный подъем температуры тела до 38 градусов, но эти явления нестойкие и могут сохраняться максимум 1-2 дня после введения препарата. Такая же реакция может возникать на любой другой препарат. Осень, как известно, еще пора для гриппа. Совместима ли это вакцина с вакциной от гриппа? Да, мы сейчас говорим о том, что идет подготовка к сезонному подъему заболеваемости, и одним из элементов этой подготовки является массовая вакцинация населения против гриппа. В Тверскую область со дня на день должна прийти федеральная вакцина для профилактики гриппа. И как вакцина против гриппа, как вакцина, которая была зарегистрирована против новой коронавирусной инфекции, они не являются живыми, они не содержат живого вируса, и поэтому эти вакцины могут применяться у одного человека в один день. Также мы говорим о возможности применения вакцины против пневмококковой инфекции. Ограничения есть в плане применения вместе с живыми вакцинами. Это вакцина БЦЖ, либо коревая вакцина, ряд других препаратов, которые содержат ослабленный, но живой возбудитель. Конечно, с такими вакцинами применять нельзя. Что касается профилактики гриппа, коронавируса, пневмококка, то здесь ограничений нет. А нужно ли прививаться будет тем, кто уже переболел коронавирусом? Допустим, болеют же в тяжелой форме, болеют в легкой форме. Кому нужно будет прививаться из этих пациентов? В любом случае, прежде чем вакцинироваться, врач должен выяснить, болел ли человек коронавирусом или нет, в какой форме он болел. И так или иначе, даже если не удается уточнить сведения о перенесенном заболевании, то хорошим способом является обследование на антитела. Выяснить, есть ли напряженность иммунитета, есть ли защитные антитела к новой коронавирусной инфекции. Потому что не у всех переболевших они могут быть. И даже если сразу после перенесенного заболевания они были, то спустя 2-3 месяца вполне вероятно, учитывая индивидуальные особенности организма, этих антител может и не быть. Поэтому в любом случае, когда будет известно о том, что вакцина поступит в регион, будут составляться индивидуальные графики вакцинации от новой коронавирусной инфекции, в том числе с учетом данных о наличии напряженности иммунитета к новому коронавирусу. То есть, в принципе, антитела, они живут, я так понимаю, находятся в организме не так долго. На сегодняшний день характер иммунного ответа на встречу с новой коронавирусной инфекцией, после перенесенного заболевания, он продолжает изучаться учеными. И как раз-таки эта ситуация, она очень индивидуальна. Да, вот может быть и Сергей Евгеньевич скажет из опыта лечения таких пациентов, что здесь зависит от человека, от особенностей иммунной системы. Вообще при респираторных заболеваниях иммунитет всегда очень непродолжительный. Так же, как вот с гриппом и различные заболевания респираторные. Потому что они всегда сезонные, где-то иммунитет. Ну, конечно, наверное, директор Камалея, хочется, чтобы ему два года было. Но год-то хотя бы поработала вакцина, уже эпидемия пойдет на спад. Вот. Это не прививка от ОСП, от туверкулеза, БЦЖ или от гепатита. Тут как раз вот та инфекция, которая, в принципе, всегда вакцина действует в течение года. И каждый год мы прививаем вот те категории лиц, про которые Александр Сергеевич сказал. Которые постоянно сталкиваются с большой массой людей. Это медики, педагоги. Вот. Поэтому люди кое-то, которые работают всегда с людьми. Поэтому каждый год приходится прививать заново. Да и штампы меняются. Я думаю, что коронавирус, который имеет такие вот склонности, возможности к мутациям, он тоже будет меняться. Вот. Поэтому, может быть, через год уже коронавирус тоже будет немножко другой. Мы же помним о типическом пневмонии. Там тоже был коронавирус, но совсем с другими свойствами. То есть вы положительно, да, оцениваете эффективность вообще вакцинации? Честно сказать, о вакцинации, это наша надежда справиться с этой эпидемией побыстрее. Потому что мы все устали от этой эпидемии, от постоянного угрозы вот этого заражения и массовых поступлений. Но мы понимаем, что вакцинирование, это может ее сократить, вот эту эпидемию, ну хотя бы на два года. Поэтому хотелось бы верить, что она сработает. Мало того, у нас в стране только несколько вакцин уже испытываются. И, я знаю, завод в Новосибирске тоже вектор сейчас выпускает. И еще там несколько производителей, они тоже заявляют, что будут. Я думаю, что какая-нибудь вакцина обязательно сработает. Говорит, что вот все, вот эта вакцина заработает, только время покажет. К сожалению, бывает так, что, например, вакцина от коронавируса, инфекции от атипической пневмонии, она не работала. Но мы очень надеемся и ждем, что это будет действительно большая польза. Потому что именно это заболевание, которое лучше всего профилактическое направление. И не только вакцина, но и, наверное, не специфическая профилактика. То, что зависит от каждого человека. Это ношение масок, как-то поддерживать свой иммунитет. Есть и такие проверенные способы повышения количества антител в организме. Вот всякие монофероны, гриппфероны и прочее. То есть, в принципе, у нас фармацевтических много в аптеках и разных препаратов, которые повышают иммунитет. Но прежде всего это все-таки профилактика распространения. Я думаю, что это первое, что помогает в первую очередь. Каковы шансы у человека, переболевшего коронавирусом, заболеть снова? У нас такие уже есть пациенты, которые поступают повторно. Причем мы их изучаем. Это не продолжение болезни, как бы недолечили. То есть, действительно, кто-то переболевает даже достаточно тяжелой формой. А потом изучаешь их иммунный статус, там антител не так много. Либо они очень быстро выходят. Потому что все зависит еще от напряженности иммунитета. У кого-то его хватает на год, у кого-то на несколько месяцев. А кто-то может через буквально месяц снова заразиться. То есть, это все зависит от особенностей организма, его иммунной системы. Это еще, я так думаю, будет серьезно изучаться учеными. Мы изучаем сейчас бета-клеточный иммунитет, это антитела. Но еще, я думаю, что только приступили к изучению Т-клеточного иммунитета. Потому что вот этот злобный вирус, он как бы взламывает наш иммунитет. Настолько он, чем и опасен, что он нарушает работу иммунной системы организма. Максим Александрович, это, наверное, вопрос к вам. А как протекает повторное, когда коронавирус дважды, второй раз? Как он протекает? Да, вопрос, конечно, он сложный. Потому что мы еще видим мало пациентов, которые повторно заразились. Но да, публикации становятся все больше и больше. И сегодня я только прочитал о публикации из Гонконга. Также коллеги встречаются повторно заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. А протекает клиническая картина также. Это проявление тяжелой небольничной пневмонии, это повышение температуры, это кашель, это какие-то проявления дыхательной недостаточности, отдышка, слабость. И этих людей, конечно, незамедлительно надо госпитализировать в больницу. То есть протекает ничуть не легче? Нет. Абсолютно так же или даже тяжелее? Может даже и тяжелее. А потом это человек и зависит. Человек, который первый раз перенес в легкой степени, он либо маленькой дозой вируса получил, либо у него иммунитет очень сильный. И при встрече повторно он может опять перенести на скрытой форме. Как правило, к нам поступают повторно люди, которые уже перенесли пневмонию тяжелой формы. И в очередной раз они тоже поступают в достаточно тяжелой форме. Вот тут особенность иммунитета, вот сейчас и изучается учеными, чтобы понимать, для кого наиболее опасна эта инфекция. Сейчас очень большой процент, как уже сказали ранее, тех, кто переносит коронавирусную инфекцию, что называется, бессимптомно. Но так ли действительно это бессимптомно или все-таки какие-то симптомы, проявления есть? Есть совершенно бессимптомно. То есть мы потом обследуем коллектив, мы проводим обследование своих медработников, коллег. И получается, что да, там есть уже антитела G, которые, то есть человек явно переболел, но у него ни одного симптома не было. То есть это все прошло для него тоже незаметно. Но вот это достаточно точный метод определения иммуноферментных антител, поэтому тут стоит доверять этому методу. Очень достаточно легко переболевают дети. То есть как-то вот он щадит детский возраст. Тяжело болеют взрослые, особенно пожилые старческого возраста. Тут, конечно, вот эти все сопутствующие заболевания, они являются плохим прогностическим признаком. Ну и достаточно вот много сейчас к нам поступает и среднего возраста, и 40-летний, тоже с очень тяжелыми формами. Мы легких не видим. Мы все равно занимаемся в своем госпитале в лечении тяжелых и осложненных форм. Поэтому, конечно, наверное, терапевты, которые на передовой работают в поликлиниках, им немножко, они более знают эту проблему. Но, тем не менее, в основном, конечно, 30% людей, которые все-таки какие-то симптомы есть, но они их переносят дома, у них не развивается пневмония, и они не обращаются уже в стационар. То есть, таких очень много, и для этого, конечно, необходима и вот эта карантизация этих людей, чтобы они не распространяли, потому что к нам поступают целыми семьями. Очень заразный этот вирус, гораздо заразнее, чем грипп, вот, очень скрыто протекает, потому что очень длительный инкубационный период, и очень много дней еще человек не чувствует ничего, но он уже разносит эту заразу. Почему такие, конечно, вот были наплывы пациентов, потому что человек даже еще не заболел, а уже очень много заразило окружающих людей. Поэтому, вот, проблемы эпидемиологии, они вот при этом заболевании имеют колоссальное значение. Вот именно вот эти вопросы профилактики распространения. Почему даже вот такой жесткий карантин был, и требования носить маски, как-то держаться на социальном расстоянии, потому что мы никогда не знаем. Даже сейчас мы вот с вами находимся, и никто не может точно быть уверен, что он не находится в инкубационном периоде. Когда еще нет никакого малейших проявления, ну, ты уже сеешь вирус, как говорится. То есть распознать, в принципе, да, сам пациент на ранних сроках не может? Заражен он, не заражен? Ну, и врач даже может. То есть он врач, у нас врачи болеют, очень часто болеют. То есть они вроде еще чувствуют себя совершенно здоровым, а уже сеют вирусы, уже заразны для окружающих. Поэтому у нас в учреждении, конечно, ношение масок, оно просто обязательно. Александр Сергеевич, вопрос к вам. Сейчас есть, да, как мы уже сказали, препараты для лечения коронавируса. Как я понимаю, то есть это отдельный препарат. Можно ли его купить в аптеках? Нет. Препараты, которые были зарегистрированы и предназначены для этиотропной терапии, новой коронавирусной инфекции, они не для продажи в аптечной сети. И их поставка в регион, их распределение находится на контроле и Министерства здравоохранения Российской Федерации и правительства. Поэтому все препараты, которые были рекомендованы Минздравом и зарегистрированы в последние несколько месяцев для лечения новой коронавирусной инфекции, я имею в виду новые препараты, они поступают в медицинские организации и только для применения в условиях медицинской организации. С чем это связано? С тем, чтобы не было вот этого самолечения? Или у них какая-то особая схема, да, по которой... Очень много тяжелых побочных реакций. То есть они достаточно тяжелые для организма. Поэтому и с этим и связано. И иногда только врач может определить дозу, которую надо давать пациенту, чтобы не навредить ему больше, чем вирус. Потому что препараты, которые на самом деле сейчас применяются, они достаточно токсичные. Поэтому и в Москве, если они там в амбулаторном звене применяли эти препараты, то только под жестким контролем врачей. А для лечения тех, кто болеет не бессимптомно, но в более какой-то легкой форме, для них какой-то альтернативный метод лечения или тоже определенные препараты? Пациенты, которые переносят в легкую форму, без осложнений, как правило, без большой температуры, они вообще не нуждаются в особом лечении. Как обычные простудные заболевания лечатся. Это снятие температуры, если она выше 38, какие-то общие укрепляющие, обильное питье. Но терапевты на участках, они, как правило, назначения все эти пишут. Поэтому самолечением не надо заниматься. Слишком коварная и опасная болезнь. Тут надо четко понимать, при каких критериях пациента надо направить уже в стационар. Чтобы не потерять его. То есть болезнь развивается стремительно. Поэтому уже врач понимает, кто должен лечиться дома или вообще может не лечиться, сам все справится. А кто должен уже попасть в стационар и уже быть под контролем опытного врача и получать лечение стационарно. Какой симптом, звоночек, при котором нужно уже серьезно задуматься о том, что что-то не так и уже... Для этого вируса самое главное – это лихорадка. Температура выше 38, это очень грозный признак. Это уже даже один из признаков развития цитокинного шторма. То есть пациент, который имеет лихорадку, особенно не поддающийся лечению по рацетамолу, он срочно требуется его хотя бы осмотр и госпитализации. То есть температура при начинающемся коронавирусе, я так понимаю, что ее не сбить ничем. Или она все-таки сбивается? Достаточно сложно сбивать. Особенно если, я говорю, уже развиваются осложнения, температуру уже надо сбивать в стационаре. Это очень грозный признак. А так, обычные признаки ОРВИ. Может быть, кашель, какие-то проявления. А потеря обоняния – это уже какая стадия? Не стадия, это особенности. Это когда поражаются вот эти слизистые решетчатые кости, и идет как бы уже поражение и нервной системы. Я уже говорил, что коронавирус много имеет мишеней, и в том числе и головной мозг. Это считается достаточно типичным признаком. И люди сами порой себе ставят диагнозы на основании вот этого потери обоняния, осязания, вкуса. То есть это все как раз связано с особенностями этого вируса и тех мишеней, которые он поражает. Максим Александрович, вопрос к вам. Вы непосредственно работаете с тяжелыми больными. На что еще вирус бьет? То есть какие осложнения могут быть? Мы уже заговорили, что вирус поражает не только легкие. Легкие – это, наверное, как сито, который, можно сказать, решетчат, из которого протекает кровь, и в первом моменте они поражаются в первую очередь. Очень много осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. Это инфаркты миокарда, различные миокардиты. Поэтому выделяют особые группы риска. Это пациенты с ишемической болезнью сердца, с ожирением. Это также вирус поражает почки. В части пациентов развивается почечная недостаточность. И пациенту у некоторых развивается тяжелая печеночная недостаточность, которая может и привести к, конечно, пациенту гиппелев. А насколько часто такое происходит? Ну, все зависит индивидуально от каждого организма. Но, к счастью, процент тяжелых, крайне тяжелых пациентов, он не очень высокий, составляет единичные проценты от общей массы заболевших. Но это очень тяжелые пациенты, которые требуют очень большого внимания со стороны врачей и персонала, требуют такой большой нагрузки со стороны персонала. Но, к счастью, прогресс идет, и мы все лучше и лучше научились лечить этих пациентов. То есть такие пациенты у вас, я так понимаю, что были, и помочь им удалось? Да. А много ли, в принципе? 3%. Ну, вот, возьмите, 20% – это тяжелый, осложненный случай, из них 3% – это крайне тяжелый. Который и у кого-то побольше, у кого-то поменьше, но приблизительно цифра у всех одинаковая в стране. Поэтому и такая вот цифра вроде небольшая, но при таком массовом заболевании получается достаточно много количества людей. А сейчас при каком проценте поражения легких заберут в стационар? Есть определенные критерии для госпитализации, которыми пользуются медицинские работники и амбулаторного звена, и скорой медицинской помощи. Что касается процента поражения легких, то в любом случае здесь все зависит от тяжести состояния пациента. И процент поражения легких, по данным исследования методом компьютерной томографии, он очень сильно изменчив во времени. И если в момент исследования процент поражения легких может находиться на уровне 20, то через несколько часов он может составлять уже 80%. Поэтому здесь не только процент поражения легких используется в качестве критерия, а в целом оценивается состояние пациента, степень его тяжести по уровню насыщения кислородом крови, наличие дыхательной недостаточности, одышки, температуры тела, наличие сопутствующих заболеваний. И вкупе с этим, конечно, если проводилась компьютерная томография, то смотрят еще и на процент. Но нельзя сказать, что только лишь на этот показатель ориентируются медики. У нас сейчас в городе работает госпиталь при областной клинической больнице, работает при шестой городской больнице. По какому принципу определяется, куда вести пациента, куда его определять? В системе здравоохранения Тверской области действует маршрутизация. Схема маршрутизации утверждена приказами регионального Минздрава. Кроме того, есть единый диспетчерский центр, который находится на базе скорой медицинской помощи Тверской. И этот центр оперативно решает вопрос, куда госпитализировать человека в зависимости от загруженности госпиталя, в зависимости от тяжести состояния. Как сказал Сергей Евгеньевич, у них на сегодняшний день более 180 человек. И это люди не в легкой степени тяжести. Вы сами понимаете, да. А другие госпитали, они, может быть, в меньшей степени имеют возможность оказать помощь тяжелым пациентам. Поэтому вопрос, куда госпитализировать, зависит от наличия свободных коек, от степени тяжести самого пациента. Ну и, наверное, все-таки в соответствии с теми документами, которые действуют на территории региона. Ну, я так понимаю, что в 6-й городской больнице ситуация тоже, да, там достаточно пациентов. Ну, что значит достаточно пациентов? Ну, много. Как уже было сказано, становится с каждым днем, может быть, на сегодняшний день меньше. Но основной приоритет, конечно, это областная больница. 6-я городская больница, она оказывает помощь в зависимости от своей емкости. То есть на сегодняшний день емкость, она не превышена. Поэтому мы говорим о том, что у нас ряд госпиталей переводится в резерв с возможностью их перепрофилирования вновь при превышении емкости более 70-80% тех госпиталей, которые на сегодняшний день действуют. Поэтому тех коек, которые у нас есть сейчас на базе трех госпиталей инфекционных, достаточно. Если вдруг емкость будет превышаться, будут вводиться вновь те госпитали, которые находятся в резерве. Потом больницы не останавливаются. Что-то больница, например, сейчас будет заниматься обычной работой. То есть это обслуживание Московского района, одно из самых крупных Тверской, Твери. Они просто будут оказывать свою помощь. Если снова пойдет наплыв пациентов, любую больницу, где был госпиталь, можно развернуть за 2-3 дня. Снова. Тем более инфраструктура вся имеется. И койки, оборудованные кислородом. Наличие аппаратов ИВЛ. И персонал сам обучен. И готов к тому, чтобы вновь встать на борьбу с коронавирусом. Это весной медицинские учреждения Тверской области успели закупить аппараты ИВЛ. И хочется узнать, у вас сейчас много ли таких коек? У нас достаточно было и закупили. Мы купили даже больше, чем нужно было. Потому что никто не знал, насколько актуально. Потому что вообще с этим никто не сталкивался. А мы только смотрели, так же, как и вы, телевидение, где не хватало в Италии, в Испании аппаратов ИВЛ. И там принимали решение, кого надо, кому не надо. У нас такого вообще вопрос даже не стоял. То есть у нас ИВЛ хватило с избытком. И сейчас, я думаю, что они как раз пойдут, во-первых, в резерв. Во-вторых, для того, чтобы полностью заменить весь старый парк оборудования во всех ЦРБ. А сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Вернемся очень скоро. Вернемся очень скоро. Самый эффективный. Начнем с того, какой фактор передачи инфекции на сегодняшний день наиболее действенен и заслуживает большего внимания. Потому что мы говорим о цепочке источника инфекции, путь передачи и восприимчивый человек. Так вот, по заявлению Всемирной организации здравоохранения, основным фактором передачи новой коронавирусной инфекции является массовое скопление людей. Таким образом, требования об обязательном соблюдении социальной дистанции — это не праздная прихоть властей или руководителей тех или иных организаций, торговых сетей и прочих. Это необходимость сегодняшнего дня, которая обязательна для соблюдения всех и каждого. Таким образом, увеличивая социальную дистанцию, мы уменьшаем риск передачи инфекции. Как сказал Сергей Евгеньевич, как другие респираторные инфекции, так и коронавирус обладают определенным дозозависимым эффектом. То есть, чем больше контакт, тем больше вируса поступает в организм, тем тяжелее и проявление. Поэтому средства индивидуальной защиты, а именно маски, которые защищают, с одной стороны, здорового и не дают человеку, который, может быть, не имеет симптомов инфекционного заболевания, но уже является источником инфекции, находясь в инкупенционном периоде или болеет бессимптомно. Третье, на что мы можем повлиять, — это на то, чтобы проводить обработку поверхностей рук, соблюдение правил личной гигиены, — это то, что позволяет убить вирус, находящийся во внешней среде. Поэтому во всех организациях и учреждениях производится дезинфекционная обработка высококонтактных поверхностей, поручни, ручек, кнопок лифтов, если мы говорим о подъездах. И, соответственно, обработка рук, потому что это то немногое и малое, что позволит защитить нас от инфицирования новой коронавирусной инфекции. Да, вакцина есть, в перспективе она поступит в регион и будет применяться, но, как и в случае с гриппом, средства неспецифической профилактики, они позволят защитить нас и наших ближних от инфицирования. Сергей Евгеньевич, Максим Александрович, хотелось бы ваше мнение как медиков услышать по поводу, опять же, средств защиты. Граждане ходят на улице в маске, да? Есть ли в этом смысл? Нет, вы знаете, на улице как раз можно маску снять и дышать нормально кислородным воздухом. Но если на улице скопилось количество людей, очередь, на остановке там много, то лучше ее одеть, потому что, действительно, если человек находится полтора метра и больше, то можно маску не одевать, но это только на улице. К помещению лучше всегда маска, чтобы была, потому что помещение, особенно, где кондиционер есть, где вот нет такого особого проветривания, там, конечно, инфекция может распространяться от одного чиха еще на несколько сразу. И сохраняться. Да, и дольше сохраняться. А на улице, конечно, маски не всегда нужны. Особенно, если, как говорится, идешь по лесу или там катишься на велосипеде. А если где-то в толпе находишься, маска просто обязательно нужна. Ну, должен быть какой-то здравый смысл, должен человек понимать, что вирус, он достаточно тяжелый, на два метра не летит, если только человек активно чихнул. А если разговаривать, где-то на метр он летит. Поэтому маска нужна только для того, чтобы защитить себя или там... Особенно в магазинах, торговых центрах. Вот это, конечно, масочный режим, он необходим. Это обязательно. Но сейчас, к сожалению, вот почему мы боимся, что сейчас снова пойдет увеличение, что люди расслабились, перестали... Маски сняли. Маски, и мы это видим, и, к сожалению, видим по тем результатам. Люди стали больше поступать к нам. Вроде какое-то было в августе очень хорошее падение, перестали болеть, а сейчас все равно уже немножко увеличение идет. Ну что ж, мы подходим к завершению нашей программы. Напоминаю, что гостями сегодня на программе «Теми дня» были главный внештатный эпидемиолог Минздрава Тверской области Александр Раздорский, главный врач Тверской областной клинической больницы Сергей Козлов и руководитель службы анестезиологии и реанимации Тверской областной клинической больницы Максим Петрушин. Спасибо большое. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»